Сегодня в ролике я потрачу очень много голды на различные лимитированные коллекции, такие как Nemiless, Origin и подобные. Смотрите ролик до конца, чтобы узнать, что же сегодня я купил. Оп, забрал. Ой-ой-ой, другалёк, не чувствую просто. Ещё килл. Давайте эйс. Давайте эйс. Ещё одного, ещё одного надо забрать. Так, на КТ. Забрал. Ну что ж, всем привет, друзья, у Капитона, как обычно, я микрофончик. Тот самый микрофончик, который любит тратить голду. Сегодня в ролике мы вместе с вами будем покупать скины из различных лимитированных коллекций. Смотрите, я уже выставил здесь фильтры, здесь я выставил только лимитированные коллекции. Просто посмотрите, сколько стоят скины из этих коллекций. То есть реально очень много. Сегодня я буду покупать скин из лимитированных коллекций за каждую свою смерть в каточке. Ребята, смотрите ролик до конца, потому что он получился очень крутым. И я потратил очень много голды на этот ролик. Ребята, ну и по классике конкурс для моих любимых подписчиков. Сегодня разыгрывается М9 Байонет Кума. Для участия тебе нужно просто влепить лайкосик на видосик. Давайте соберем 10 тысяч лайков. Также подписывайся на мой YouTube канал с колокольчиком. Мы на секундочку летим к отметочке в 700 тысяч подписчиков. Осталось и до миллиона не так много, так что, пожалуйста, подпишись. Ведь вот эти 75% зрителей смотрят мой канал без подписки. Если много зрителей будет смотреть меня без подписки, YouTube не будет продвигать мои видеоролики, что, к сожалению, сейчас он и делает. То есть он их вообще не продвигает. Поддержите меня, пожалуйста, подпишитесь, если вы всегда смотрите мои ролики без подписки. Также досматривайте ролик до конца. И оставляйте в комментариях свой айдишник от стендоффа, либо от ВК. И вы уже будете участвовать в конкурсе. Прошлый победитель вот здесь вот на моей футболочке. Очень такой красивый. И он забирает голду из прошлого ролика. А мы приступаем к видосу. Ну что ж, ребята, я уже запустился в каточку на Сэнстоуне. Ваша любимая карта. Моя тоже постоянно играю на Сэнстоуне. Сегодня мы будем покупать случайный скин из рандомной лимитированной коллекции. То есть скины, которые можно приобрести только на рынке. В эти коллекции входит Немелис, куча различных коллекций из голд пассов. То есть только лимитированные скины сегодня мною будут приобретаться в ролике за каждую смерть. То есть я за каждую смерть буду покупать случайный скин из этих коллекций. Я, честно, не знаю, ребят, сколько голды я потрачу. Но чувствую, что прям очень-очень много. Так, ребята, выходим на А, вся моя тима уже на А, и нет. Меня убили в первый раз. Юспа геометрика. Ну, это означает, что я буду покупать случайный скин из лимитированной коллекции. Погнали. Ну что ж, ребята, меня убили в первый раз. Это означает, что сейчас я буду приобретать себе первый скинчик. Давайте зайдем на рынок. И для начала давайте просто выставим фильтры только на лимитированной коллекции. Итак, первая коллекция это Ассистанс. Она у нас лимитирована, ее можно купить только с рынка. Также Nemilis, Origin, Furious, Reval. Теперь это тоже лимитированная. Two Years, потом у нас идет Хэллоуин, New Year 2020. Потом у нас идет еще какая коллекция? Project, Зона, 9 Collection. Revival Collection, Хэллоуин Collection, New Year 2021. Потом 4 Years Collection, Travelers, Bex Dragon Rise, Curse of Soil, Winter Fun, 5 Years Collection. Все, ребята, я выставил все коллекции. Это все лимитированные коллекции. Сами смотрите, здесь очень много дорогих скинчиков. И я не знаю, что и какой скин мне придется купить. Само собой, сейчас я задоначу, потому что у меня только 28 голды. Так что прямо сейчас я задоначу и включусь к вам снова. Так, ребята, я уже задонатил. Это заняло буквально секунд 5. Ладно, все. Давайте купим первый скинчик. Я сейчас объясню, ребята, как я буду выбирать скинчики. Смотрите, когда я захожу и выхожу на рынок, каждый раз рынок обновляется. Я просто буду называть какое-то случайное число и покупать скин, который окажется под этим номером. Я сам не знаю, какой скин там будет находиться, сколько голды по итогу я потрачу. Так что пожелайте мне удачи в комментариях. И поставьте, пожалуйста, лайк, а то мало ли много голды потрачу. Ладно, давайте купим первый скинчик. Давайте вот не будем ничего придумывать и просто купим скин, который будет под первым номером. Потому что так будет проще. Заходим на рынок и это у нас... О, это стикер лак, что переводится удача по сути. Ну реально, мне повезло, потому что я особо много не потратил на первый скин. Так что погнали в каточку. Пожелайте мне удачи в комментариях. Ну что ж, ребята, я снова нахожусь в каточке. И так как мы слили первый пистолетный раунд, сейчас я буду, к сожалению, играть только с пистолетом. Соответственно, вероятность того, что меня сейчас по фасту, так сказать, кокнут. И мне придется покупать скин очень большая. Поэтому я сейчас буду пытаться отыгрывать вот прям, знаете, максимально сейвово. Хотя нет, смотрите, вот один из моих тиммейтов благополучно дал килл. Так, есть один чел в кейсах. На ножик его залагало, залагало. Капец, а что так лагает? Я, получается, подобрал фамасик. И, в принципе, мне просто нужно как-то засевить этот фамасик, так как он мне очень сильно пригодится. Главное просто выжить и забрать последнего кентафарика. Сейчас я его заберу. Ой. Не заберу, у меня очень сильно фризит. А, ребята, меня зарезали на нож. Вы просто понимаете, как же я тупо сдох. Это просто самая тупая смерть. Идём покупать скинчик. Ну что ж, ребята, меня убили во второй раз по счёту. Давайте сейчас тогда купим второй по счёту пичик. Всё просто. Заходим на рынок, это у нас... О, ребята, посмотрите. В первом слоте уже был Кунай Кулд Флейм, но нам выпал Гост Лан Тен. Что-то, короче, вот этот покупаем просто. И идём в каточку. Так, ребята, я снова нахожусь в каточке. Недолго я мог, конечно, выпендриваться тем, что я сделал килл с ножа. И, к сожалению, меня убили очень-очень глупо. И, кстати, сегодня у меня почему-то очень сильно лагает эмулятор. Честно, не могу сказать, с чем это связано. Вот на записи это вряд ли будет видно, но у меня прямо фризит. И я очень сильно тельтую из-за таких моментиков, так как это очень мешает мне играть. А в роликах я всё-таки хочу показывать вам, ребят, ну, немножечко киберспортика, так сказать. Хорошей игры. Давай сейчас попробуем за Кр-12 выйти. Ой-ой-ой, фризи, фризи, пожалуйста, офнитесь. Так, есть челик в пленту? Найс-найс-найс, тиммейт, хорош. Так, берём эмку, потому что с эмочкой я себя чувствую намного лучше. Кстати, а посмотрите, какая аватарочка у последнего чела. Он думает, что мы не поймём, что он жив. Хе-хе, прикольно. А, кстати, он... Всё-всё, найс, тиммейты сами справились. О, давайте возьмём М-16, потому что она очень хорошая. И самое главное, ребят, самое главное, выиграть эту каточку, выйти на первое место и много раз не умереть. Потому что каждая моя смерть, это минус голда из моего банка. И донатить в эту игру пока что мне не очень хочется, так как у меня не так много денег в последнее время из-за отсутствия монетизации. Так что надо экономить на всём. Так, какие-то флешки жёсткие. Так, где-то здесь в пленту. Увидел, увидел, увидел. Чё за флешки, тиммейты? Тиммейты, суперкрутые флешки! Давай, выходи, 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 выходи. Хорош, мужик прямо. Давайте тоже дадим флешку. Не такая плохая флешка, как у моих тиммейтов. Опа, какой килл красивый, ребята, просто сочнейший килл. Вот она, скинуха, залетает от Капитоши. Забрал просто двоих последних челиков. Блин, в принципе, мне нравится ход событий в этой каточке. Я выигрываю уже, грубо говоря, три раунда. Я скоро выйду на первое место, если ещё так же буду отыгрывать дальше. И я умер всего лишь два раза, так что я пока что не особо-то и голды много, наверное, потратил. Хотя всё ещё впереди, потому что может выпасть намал из коллекции. Оп, забрал. Ой-ёй-ёй-ёй, другалёк, не чувствую просто. Так, два килла сделал. Так, давайте даём вот такую вот флешку. Пользуйтесь, ребята. Ещё килл. Давайте эйс. Давайте эйс. Ещё одного, ещё одного надо забрать. Последнего. Ладно, давайте не будем прям гнаться за киллом. Давайте просто поставим бомбу. Вы видели, ребят, что я сейчас сделал? Я сделал четыре килла за раунд. За такое с вас, ну, лайкос обеспечен, потому что когда ты ещё делаешь четыре килла за раунд, ты ставишь бомбу. Остался где-то последний челек, и если я его заберу, это будет эйс. Мою копилку. По-хорошему, конечно же, его забрать, потому что я хочу эйс. Давайте так, ребят, если я сделаю эйс, вы поставите лайк. А если нет, вы тоже поставите, потому что, ребят, пожалуйста, ставьте лайки, а то будет фигово. Да, ребят, к сожалению, последний кентик где-то крысит, но ничего страшного, потому что моя цель была выиграть этот раунд и выйти на первое место. Я, кстати, эту цель выполнил, и буквально за один раунд я вышел на первое место. Плюс у меня ещё 16 тысяч долларов, и все последующие раунды я могу закупаться вот прям как хочу. Нифига. Ребят, я такой ролик стал записывать, и я начал отыгрывать прям хорошо. Это меня радует, что в дорогих роликах я хорошо отыгрываю. Главное не сглазить. Давайте хаешечку заряжаем. Давайте сумочок заряжаем. И выходим на миддл. Так, на миддл есть тип. На миддл есть кентик. А дам вот такую флешку. ХЗ вообще, она полезная, нет? Так, на КТ. Забрал. Так, один в кейсах. Забрали. Чела в кейсах забрали. Так, последний чел остался, который постоянно где-то ныкается. И я могу предположить, что сейчас он тоже где-то ныкается, и произойдёт опять поиск этого кентафарика. Ну, возможно, он где-то в спине, потому что он постоянно, ребят, этот чел постоянно крысит. А, ребята, смотрите, он вообще вышел. То есть он испугался нас. Он просто испугался нас. О, дурачок. Зачем тогда в ММ запускался, если вышел так? Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии оценку этому Тек-9. Как он вам вообще нравится, нет? Потому что он такой прикольный фиолетовый, сочетается с перчаточками Панк. И мне он прям очень зашёл. Так что я хочу его чем-то обклеить. Можете написать даже, кстати, чем его обклеить. Я все комментарии, ребят, под роликами читаю. Так что можете писать комментарии ваши. Обязательно буду их читать. Походу, на плент решил никто не выходить. Этим мы сейчас воспользуемся. И будем их щёлкать в спину. Нихерально, а плент тупо пустой, они все на Б. Капец, какие же нубасики против меня в тиме всё-таки. Ай-яй-яй. Так я уже в спине, ребята. Забрал. Нет! Минус 52! Как я ему слил, ребята, минус 52! Идём покупать третий скинчик. Если бы я попал ХЕшкой, я бы его забрал. Вообще, как я его не забрал? Идём покупать скинчик. Ну что ж, ребята, меня убили в третий. В третий, в третий по счёту раз. Заходим на рынок и покупаем третий по счёту скинчик. И это у нас G22 Инферно. Ладно, ребят, давайте. Хотя ладно, давайте будем покупать прям вот все скины. Не будем там открывать кейсы. Вот если дешёвый, значит покупаем дешёвый. Чтобы вы потом в комментариях мне не писали. Так что, ребят, погнали в каточку. Так, всё, ребята, я в каточке. Давайте возьмём пулемёт, потому что я могу себе сегодня это позволить. Так! За что вы кикнули татара? Зимой ты, за что? Это осуждаю, ребята, осуждаю. Как можно было кикнуть татарина из катки? Я сам как бы, ну, татарин. Так что я живу в Татарстане, в Казани. За что? Э, вот это меня, ребят, прям обидело. Вот знаете, вот что-что, ну вот кик тиммейта и ещё и татарина. Вот это прям меня обидело. Ребята, я такое не прощаю. Я такое не прощаю. Я сейчас буду наказывать всё, что вижу. А, я понял, где один из этих кинтофариков. Он занял позицию вон там. Так что сейчас я ему просто туда кину хаешечку. И кину дымочек. Блин, круто, что чел, который здесь откинулся, вместе с собой оставил свои эти. Кранат, давайте, ладно, возьмём его координацию, потому что он получше будет. Чувак, тебе надо бомбу ставить. Ты террорист, ставь бомбу. Дурачок. Чего мне в тимму кидает? То тиммейта в кикует, то бомбу не ставят. Ну, друг. Ясно, я ещё и откинулся. Офигенно. Идём покупать скин. Ну чё, ребят, четвёртая по счёту смерти. Давайте зайдём на рынок и купим скин под четвёртым номером. Заходим на рынок. Это у нас стикер муми. За 645 голды. Ну только посмотрите, что было в первом слоте. Это был стикер за 20 тысяч. Офигеть. Ладно, всё, покупаем стикер муми за 600 голды. И летим в каточку. Итак, ребята, я снова нахожусь в каточке. И знаете что? Я сейчас заметил. Вот пока ждал. Смотрите, у них в команде, я вот не знаю, видно сейчас или нет. У них в команде есть чел с кланом, с клан-тегом Сейнс. То есть Сейнс. Вот, ребят, напишите в комментариях, это реально игрок Сейнс, какой-то киберспортсмен против меня? И я его так выиграю, что он идёт со счётом 1-1-8. Это реально киберспортсмен или я просто жёсткий? Мне вот интересно стало. Ну, понимаете, не каждый раз встречаешь челов из различных прям вот таких киберспортивных кланов. И когда встречаешь, удивляешься иногда их счёту. Оп, увидел кента. Кентик, ты шо там по мне стреляешь? Нет! Меня этот чел задолбал, он у меня... Хотя нет, он меня первый раз собирает. Ладно, давайте идём покупать, ребята, скинчик. И я уже честно, походу, сегодня реально раскошелюсь. Так умираю. Ну что ж, ребята, меня убили в пятый по счёту раз. Давайте прямо сейчас купим скинчик под пятым номером. Я честно не знаю, что там вообще находится. Так что просто захожу на рынок и это... Скорпион Холидей Фрост. Покупаем Скорпион Холидей Фрост. 800 голды потратил и летим в каточку. Ну что ж, ребята, я нахожусь в каточке, как бы, да? Уже произошла смена сторон. И меня начинает напрягать тот факт, что после того, как мои тиммейты благополучно исключили одного игрока просто так, мы начали сливать каточку. Спасибо, тиммейты. Я, конечно, сам начал хуже чуть-чуть отыгрывать, но, блин... Ой-ой-ой, одного забрал. Эй, отдай ты к нам. Ага, всё, можешь диффузить бомбу. Найс, раздиффузил. Ещё и на нож посадил. Это прям, ребят, суперкрутой раунд, потому что я очень много за него денег заработал. Мне сейчас, по сути, на втором раунде уже хватает на М16. И, ну, согласитесь, когда тебе на втором раунде на М16 хватает, то, ну, раунд, так сказать, уже успешный. Так что давайте сейчас что-нибудь прикольное сообразим. Давайте... А хотя мне кажется, это будет Б. Ой-ой-ой, да, это всё, это точно Б. Давайте сейчас как-то с хешечкой в дом её кинем. Оп, там кто-то в дом залетел. О, двоих забрал. Всё, ухожу, ухожу, ухожу. Кстати, ребята, я вот, знаете, что я хочу вам сказать? На момент ролика уже вышел четвёртый сезон очень странных дел. И, ребята, если те, кто вот прям фанатеет от этого, так сказать, сериала, напишите в комментариях, посмотрели ли вы уже четвёртый сезон или нет. Как он вам? Просто, ну, такое отступление, потому что я, капец, как очень хочу его посмотреть. Вот так вот. Давайте сейчас кинем дымочек, кинем туда флешечку. О, они, походу, опять вылетают Б, так что давайте дойдём туда хешечку. И ищем челека, который. Ага, они на меду, они на меду, на басике. Окей, пацаны, сейчас я вас встречать буду. Ага, я понял. Фризы, фризы не хотят, чтобы я отыгрывал нормально. Ой, нет, ладно, всё, одного забрал, всё, вопросов не имею. Просто у меня, ребята, иногда немножечко подфриживает зондовчик. И, к сожалению, из-за этого я не могу нормально отыграть. Всё, найс, мы выиграем со счётом 8-4. Главное сейчас выиграть с таким же счётом. Ну, ладно, 10-4. И при этом не умереть ещё, потому что я вообще не хочу умирать. Какой-то человек просит дропы, я дам ему дропчик, а сам себе куплю эмочку. Потому что, ребята, какой я любитель вот этой эмочки с глушителем. Она мне очень нравится, прям очень нравится. О, найс, одного забрал, одного забрал. Нет! Ребята, меня только что убил какой-то киберспортсмен из Сейнс. Это означает, что я иду покупать скинок из Намолос. Ну что ж, ребята, шестая по счёту смерть. Покупаем шестой скинчик, вы уже правила знаете. Заходим на рынок, это у нас эмочка Фасет. Эмочка Фасет, она очень дешёвая, она стоит 0.75 голды. И обалдеть. То есть я, по сути, сейчас экономил. Ладно, давайте возвращаемся в каточку. Так, ребята, я с тобой нахожусь в каточке. Я вообще не понял, каким образом. Но мы слили ещё один раунд. Я больше не пойду на длину. Потому что, во-первых, если я сейчас опять откинусь, мне придётся покупать ещё один скинчик. Я вообще не хочу их покупать. Давайте даём флешечку, а сами выйдем в миддл. Ага, они в миддл не хотят идти. Я вот не знаю, возможно, это будет А-плент. Так как челы не идут на Б, а Б обычно заходят сразу. Так что, скорее всего, это А-плент. Капец, чуваки, как же у меня фризит. Вот сейчас я бы его забрал, у меня очень сильно зафризило. Не, я не знаю, как так играть в стендов. Я, наверное, переустановлю эмулятор, либо скачаю другую версию. Так как у меня очень лагает стендов. Хотя компьютер у меня не слабый. И это очень меня напрягает. А давайте просто вот здесь крысить и всё. И мне пофиг, на самом деле. Чья голова торчить? О, найс. У него, кстати, была моя М-16. У этого чела из Холвейс. О, у него не Холвейс. По-моему, у него тоже какой-то киберспортивный клан. Ребят, то есть я уношу киберов. Я реально лютый кентик сегодня. Ладно, погнали. Погнали сейчас. Залетим опять на длину. Потому что, ну, надо уж это играть, так сказать. Эту каточку. Закрывать её повострее. И больше не тратить голду сегодня на ролик. Так, давайте даём туда хаишку. Блин, хаишка не далась. Оп. В доме. Забрал, забрал. На респе где-то. На респе где-то, Кент. Всё, ребята, мы затащили эту каточку. Надеюсь, вы поставите лайкосик. Ихайте на видеоролик, который появился у вас на экране. Я очень рад, что вы досмотрели ролик до конца. Огромное вам спасибо. Он получился интересным или нет. Напишите в комментариях. Тыкайте на видосик. Ладно, ребята, всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых волнующих встреч.